Я буду есть сейчас, вот она здесь резко применялась тематика канала, я думала, я просто ещё вам лучше спать, такая ситуация. Сейчас порежу, порежу, могу чекать здесь, так, ну я должна же, я вилкой делала, наверное, ну ладно, раз швы тут, да, раз швы тут, я могу, а есть палка, ну. Так, ну надо ещё что-то поднить, прям надо, ой, сейчас я быстренько. У меня из питья только зелёный, который стоит миллион лет, ну не миллион лет, не лет, я типа ещё до Сочи заказываю. Вот, я его сейчас налью по красоте, блин, надо было холодно. И вот, блин, меня тут, ну вы не видите, конечно, но выглядит очень всё как это, аппетит. Нет, может мне есть, извините. Так, это я лёд доставала. А как по-человечески мне доставать лёд вот из этой штуки? Ну, мы хотя бы две штуки зайти. Ну ладно, разломали всё. Ну, это понятная, на самом деле, ситуация. Сейчас я начну есть, ребят, кто пришёл смотреть новым пики. Что такое новым пик? А куда это слово в моей голове? Ну, я уже молба. Вот чуть-чуть я только сдаст новым пик. Ну, вот была я, значит, сочи на выходных, что я там делала? Пошла на морюшко. Да, правильно, восточка дура. Ну, только напишите, а то я забуду откуда-то. Ну, я не популярная. Ем собу. Ой, блин. Ем лог. Только ещё я его готовила тут. Мне тут всё советовали, как правильно готовить. Так, подождите. Ну, я, наверное, должна говорить, как вкусно. Топ получалось прикольно. Ну, типа, реально, я бы не додумала сама-то. Малинование. Ну, правда. Слово как-то, может, реально надо было. Меня зовут Лосик. Ладно, меня зовут Юля, но мне не нравится это имя. И у меня фамилия Лосева, меня всё называют Лосик. Дюльяшки. Ну, на работе, так, вроде Юли зовут. Угу. 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 Но Настя просто очень частая, поэтому она очень выпадает, просто по статистике на фьюх частую. Вот, а ещё многие трансгендеры... А, нет, я мелду. Да, ну короче, те, кто поменяли пол в женский, мел, тоже мел, они берут... Мне 21 год. Они берут имя Юля. Ну, то есть, знаете, есть и супермодель по-украински, там была Юля. Она же приехала в Санкт-Петербург. Спасибо большое. Я выгляжу котно, из-за чего. Вот, и ещё какая-то Юля недавно появилась, там, типа, которая поменял укол в 14 лет. Ну, в 14 лет начала гормон циопия. Я Юля сама наела. У меня есть друг, который постоянно шутит при моей даче. Ну, лапша, она суховатая случилась, может, я говорю, правда, я боюсь, что надо было... Или побольше, или побольше, типа, делать... Короче, может быть, в холодную воду опустить, но она не так сильно слипалась, прям, чтобы противно было. Вообще, просто, блин, я должна была обжарить потом эту лапшу вместе со всем. Лучше там не дочитала. Но вкусно. Хотя овощи, блин, лапша, тофу, как это может быть вкусно? У меня... Я недавно рассталась. Ну, ладно, недавно. Ну, всё, хочу быть, наверное, свободной. У меня не очень получаются в целом какие-то официальные роли, если романтические отношения и друзья с меня не получаются. Господи, блин, нужно не говорить об этом. Это мне неизвестно. Ну, там, я работаю терапевтом насчёт этого. Ну, и то, что типа у меня нет близких отношений, кажется, что у меня нет близких друзей. Все... во всех... Эмм... Эмм... Я и Ян-блог, который я так что приготовила. Блин, каким образом строить эти прямые эфиры, чтобы каждому было комфортно заходить в любой момент времени у них? Непонятно. Эмм... Не знаю, мне просто хотелось... Очень давно это уже началось, когда я вообще обещала, я там фоткала иду. Нет... Или я очень часто снимала, как я ем просто вот эти... Квадратики. Ну, нет, скорее я не пола. Мне даже тупо не для кого гадает. Я смотрела... Я недавно что-то, да, смотрела эти... Где... Я у тебя сразу тунца готовила по его рецепту. Тунец в Кунюте. Там... Эмм... Я смотрела вот эти вот видосы, где там из пяти людей он готовит. Я из Долгопрудной... А тут нельзя понять, где я нахожусь. Я в Долгопрудной. Ну, вообще в Московской области. Вот. О чем я говорила? Я забыла. Ммм... Много включить. Сведения о трансляции. 22 человек. Поделиться списке в режиме рисования. В режим театра. Сырсов. 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 Я не понимаю, извините. А, ну ладно. Трансы. Трансы. Класс. ЛГБТ плюс. Лайк. Трансы. вот асексуал и ее тоже должны они должны переживать их должны принимать и я читала это блин, еще каких-то сексуалов, ну типа ты знаешь этот прикол, гендер дофига миллионы и каждый раз появляется ну гендер это вообще спектр каждый раз появляется новое название чтобы назвать себя я наверное, ну может быть я би, но привыкла как с членами больше управляться там все понятно но прекрасно говорить на человечество что-то не очень понятно, ну не просто, ну, делал привычки, я так наверное, я би или нет или нет, я читала ааа, да про, щас как я скажу грей сексуалов это те люди которые могут спросить лечение сексуальное только к тем людям с которым у них хорошая социальная связь uko короче короче близкая связь ну как.. короче но возникает проблема, что тёлка начинает не встречаться, они долго не дают, потому что твою фигуру даже не видно, лол, вот, как это я сказала, или я неправильно сказала, нет, там капли сексуалов, блин, забыла, короче, это я неправильно вам сказала, а вот греи, сексуалы, это те, кто могут испытывать сексуальные ощущения при определённых обстоятельствах, причём может быть очень редких, может быть, типа, когда вы подвозите коллегу свою, ну, там, вы примерно 5, и вы представили секс-машине вот только тогда, и больше, типа, ни в какой, ну, типа, если вы там представляете другое, просто представляете это или что-то такое, ну, я не хочу забивать, мне это интересно. Ну, что-то недокольно. Вот, и в целом я одинокая, значит, дамочка, потому что, как я сказала, мне сложно поддерживать близкие общения, наверное, потому что каких-то ресурсов не хватило в детстве. То есть никто не обращал внимания, тогда было бы меньше. А, типа, блин, какой-то зэ, там просто справочник, типа, ведро вбить, и чаще всего там, типа, mail, mail и другое, это достаточно, и, наверное, устраивает многих. Если вы про разработки, ну, не знаю, будет, год-то, да, по-моему. Ну, в целом, вот, я пыталась включать подкаст про «Время перемен», прикольный подкаст про бабу, которая приехала на Бали, ну, сорвалась, уехала с офисной работы, и поехала жить на Бали, ну, потом там как-то сложилась вся жизнь. Уже нет, у меня отец жив, всё хорошо. Ну, он ещё из Динэй, ну, типа, я с ним хорошо общалась в детстве, а сейчас просто, блин, просто я такая, потому что мне сложно, я, типа, не езжу домой в свой город. А, вот, и сейчас, я тебе расскажу, и там, вот, этот подкаст был про людей с камерой, и это те люди, которые, типа, ну, постоянно меняются интересы, это нормально, и это не есть их путь. Вот, это не, ну, а все говорят в обществе, что, типа, вот, тебе нужно, ну, я с ним взяла. Ну, я с ним взяла, опять, подожжала, у меня была своя семья, мои сестрёнки, три сестрёнки, Даша, Маша и Наташа, ну, участвовала вроде. Да, нет, я думаю, в моём воспитании никто не участвовал, я была достаточно предстательным ребенком. Ну, типа, бабушка воспитывала, как я, наверное, воспитывала. Ну, как бы, тогда мне не казалось, что это проблемами, ну, блин, короче, я, наверное, поговорила с этим, да, с моим психологом, то есть. Ну, я уже говорила часто. Ну, правда, типа, это не особо, прям, супер помогает. Ну, просто, говорю, каких-то ресурсов, каких-то важных, наверное, не было, но получено в детстве. Ну, я в детстве не могла об этом знать, естественно. Мне казалось. У меня тоже есть ещё. Ну, ладно, давайте ещё не полупим. Как работает телескоп? Почему человек это заходит? 165 у меня рост. Вы знаете, как начать трансляцию в Твиттере? Я хотела вообще в Твиттере. Мне нравится там атмосферка. Мога мне, конечно, 80. Вот, я там искала кнопку, и я не загуглить не могу. Ну, я не настолько тупенькая. Обычно я могу всё как-то будет. Блин, ну, я точно делала трансляцию в Твиттере годы три назад. Я, причём, как-то нечаянно её начала. И мне друг говорил, что он видел трансляцию там, типа, какой-то футбольной команды. Нет, я имела в виду в Твиттере. Там тоже можно как-то... Я видела недавно Гаррика в Генещан, типа, в стендапе. Как-то ски... Ну, он просто скинул, что ли, ссылку на что-то, что-то ещё. Ну, типа, Перископ и Твиттер... Там придёт трансляция через Перископ, но она вроде бы стройна в Твиттере, то есть, чтобы люди листали... Ну, странно было бы, если бы через Комп, конечно, кто делает такие трансляции. Ну, вот, Перископ и Твиттер связаны как-то. Ну, я, кстати, так сейчас сделала, ну, по крайней мере, теперь трансляция, возможно, она закончилась уже. Я, кстати, не знаю, где-то сохраняется, или как, или чё. Ну, я сейчас не слышусь, потом с нами поприкупила. Хотя я не слышала про популярных людях из Перископа. Я бы что-то стримила, да у меня компа... Ну, сейчас одна, но у меня вообще соседка. Ну, я поняла, что Клеви дети одна. Я бы сильно, он у меня помнит, слабый, где я. Ну, я и был, конечно, но я уже в ДОК не играл 500 лет, но... Да. Да, Перископ, наверное, особо безработица. Нет, мне желать, парень, никогда. Ну, отживать, ну, так, временами. Ну, так мне не нравится, я хочу жить одна. В принципе, мне не комфортно. Всё, я... Я объявлюсь, извините. Пока будем разбираться. Ну, я могу рекламировать, потому что мне заплатят. Вот, я вот плавировала вкусы. Хотя, мы думаем, не знаю рекламу, не хорошенький маркетинг. Так, мы складывала остатки сюда. У нас, значит, интуитивное питание. Мы столько не едим. Да, ну, это можно и с неспециализированных сайтах, наверное. Ну, впрочем, я против стематизации сайт-работник, как говорится. Ну, это государственная новость, что такое возможно. Ну, и что, мне подоставить девушку другого, лучшего способа заработка. Вообще, странно так оправдывать. Так можно оправдывать там в продаже наркотиков. Типа, блин. Можно сказать, блин, это государственная новость. Уплекает людей нормально. Я голосовала против, естественно. Вот у себя тут физтех, просто вуз. Я голосовала как раз на нём. И там, ну, и там по моему этому участку, там, естественно, против. Бежали, потому что там, честно. Но, просто мы не в том кругу находимся, поэтому, тебе кажется, что все против. Ну, типа, я думаю... Ну, я много в этот полетаться, конечно, смотрела. Не знаю, чему верить. Не сказать, что я прям плакал летит. Потому что, будто я политичный, уже не в моде. Но, я думаю, классификации есть. Но не такие, что прям всё. Ну, вот сколько там, 80 лямов? Ну, короче, просто будет повторять Борис Надежды на фразе. Сколько там, 80 лямов, что ли, проголосовало. Я думаю, 20 из них... Ну, пусть быть, 30 из них нагнали людей, которые... Ну, бюджетников. Ну, или бабки, которые реально такие были. А кто ещё? И мы в это верим. Это всё правильно. Вот, это вот эти лямов, наверное, на 30. 20 лямов брошены или... Ну, я думаю, ну, 20 лямов вот где-то. Сколько получается? 30 из 50. Ну, ещё 30. Бля, переверну, превращаемся. Значит, ещё 30 где-то, это действительно против. Ну, и там посчитайте. Говорю, где-то лямов 20, мне кажется, филипфикация. Я системный аналитик, значит. Вот в этой компании. Ну, они-то недолго, на самом деле. Ещё. Так, ну, я вообще собралась посудить. А ещё есть ли пара? Так, Дениска, ожидайте за моим ссылком. Я пойду за альтишник, да. Я пойду за очками, чтобы у вас здесь лучше... Да, я миллион лет шла по своей непременно огромной хате. Чуть-чуть, чуть-чуть. Так, ну, они-то здесь точно сделаны. Так, ну, в следующий раз, чувак, когда я захочу есть, можно поводить эту ссобу, тогда осталось овощей много. То есть, половать. Статистик нет, я не собираюсь. Почему бы? Ну, в смысле, на работе нет? Я не знаю, я вот там, где-то какой-то чувак. Я написала, пожалуйста. Ну, ты... Короче, у меня есть пост ВК, что я делаю. Я недавно написала, чтобы посоветовать, ну, там, где я у вас с ВУЗа, она работает, а все в этом году, все мои одноклассники, одноклассники, как раз получили бакалавриат. Я написала пост, что рекомендую работа аналитиком. Ой, господи. Ну, я тоже не сижу в ВК, но там, где-то для дедов. В общем, да. Я написала пост, там написала, на самом деле, что я занимаюсь аналитиком, что дублирую. Во-первых, я пишу... Ну, я работаю в текст-салфинге. Пока что. И это значит, что мы помогаем заказчикам. Заказчикам. Заказчики — это какой-то фирм. Батки, телекомы, детейлы, что угодно. Большие фирмы. Они занимают нас как компанию, как-то салфинг, чтобы что-то сделать. Сделать какое-то ПО. Команды у нас состоят из аналитиков. Команды у нас есть. И немножко судьи ребят. Это же Иван, это же у меня какой-то... Нет, я модно судье себе. Кстати, я обожаю вот эти длинные штуки. И у меня была большая, мне дарил накладник на день рождения. Но я ее благополучно просяла в общаге, потому что там все, если забываешь, на кухне все выкидываю. Ну, или черт. Я ее, не знаю, или украли. Так, что делать аналитики? Приходит заказчик, я могу сделать такую штуку, заказчик, я сначала спрашиваю требования бизнеса, требовать подробно. Преписываешь там, что-то в юзер-фейсе, что-то должна делать твоя программа, как-то не аналитики пришло. Какое-то пишет техническое задание. Техническое задание как, ну, как предварительно вход, то по словам, что-то делать. Диаграмма, программа, ну, все. Ну, еще там тестировать аналитики иногда, 5-7. Ну, аналитики это связь между заказчиками, ну, то есть, какими-то людьми, которые запасать арт. и разработчиками, по сути, они превращают вот в более формально все их мнение или еще что-то. Вот, ну, вообще, ну, это системная аналитика, очень много есть аналитиков, есть бизнес-аналитиков, которые делают, ну, не знаю, делать бизнес-аналитики, в целом, ну, вот у меня дюк, именно, вот этот аналитик, он там делает отчет, ну, фемия, ну, я также работаю с базами данных, но он там в большей степени сквелит. Если хотите работу, кстати, пишите, кидайте мне в зимой, порог, как я говорю, аналитик, не нажимайте, если я пока так сказать, ну, низкий порог, да, вхождение в аналитику, поэтому, если хотите работать, кто-то здесь, в Москве, желательно, кто может стать, мы расслабимся с вами. Главное быть смышленым, если вот этим, ребенком, хотел быть смышленым, в смысле, так, главное быть смышленым, таким человечком, образование, ну, как можно, что, ведь вам не нужно, вот, алиса, кто это, блин, это реально, как будто-то кто-то прикалывается, расскажи больше про IT-консалтин, не могу, у меня подписано, EVEN-D как-то делать, ой, ну, то, что я не могу рассказывать, все подъять, ну, тем более, я думаю, мало кому это интересно, мы делаем услуги, программки, условно, программки для внедрения чужих программок для других компаний, например, для МТС, надеюсь, меня посадят, я тоже тебе расскажу, кто наши заказчики, вот, мы помогаем им автоматизировать маркетинговые процессы, то есть, высылать смс-ки от имени МТС, email, всякие-таки штуки, я уже это выспомну, не я лично, и мы так помогаем это автоматизировать, например, когда у тебя закончился, ну, мне пакет интернета, тебе там предлагают, приходит смс, как с, ну, мы тебе настраиваем вот этот поток событий, которые отлавливают, когда у тебя закончился интернет, вот три года, ну, не мы, вручную, прям, мы просто делаем, даем инструменты, настраиваем инструменты, с помощью которых по бизнес-пользователям, которые с этим там, то есть, могут это сделать. Я тихо рассказываю, потому что, мне кажется, это неинтересно, и потому что, это немного, наверное, секрет. вот, и, короче, если у тебя такой, например, пакет интернета, вдруг, или, там, не знаю, деньги, тебе приходит смс, например, с предложением, с угроженным предложением, по полной, со скидкой, получить этот пакет интернет. Ну, это, конечно, все ориентировано на повышение, там, среднего чека, и все такое. Ну, блин, если так думать, то ты вообще не будешь, не сможешь работать ни в таком маркетинге, типа, то, что все наеб. Ну, вообще, нас погонизует, что вот, наша цель должна быть такая, что мы должны улучшать взаимоотношения наших заказчиков и их клиентов, ну, то есть, непосредственно абонентов в телекомах, для клиентов банков. Вот. Но иногда это, получается, Advanced Intelligence, что? Не знаю, что такое. А, что-то там, автоматизация. Это я пока не знаю, автоматизированный интеллект, как это. Не могу сказать, по-русски. Ну, нет, мы что-то таким, в целом компания у нас такое занимается, у нас есть, Advanced Analytics, но я делика от этого. Там, математику надо знать, я без образования девочка, скажем так. Вот. Да я поняла, искусственный интеллект, Ну, кстати, новую фирму, в которой я иду, там, как будто, это более распространено. Ну, нет, там, что-то, наверное, как-то, не в мире сет, уметь рассчитывать, я вообще не погружалась в это, в это, в это, не шут. Мне написала, моя разведеночка какая-то, какая-то девушка, ну, не особо знакомая, просто, коллега. Что? У меня есть Тоту, в общем, она пишет, я поеду с Нью-Питер, с незнакомой разведенкой. Да. Ну, выбираем карты, билет, я уже чайзон. Блин, я, короче, просто такой человек, который сидит, постоянно мониторит билеты, куда угодно, зачем-то, никуда я не лечу, никогда у меня нет денег, но я мониторю билеты, куда угодно. И, в общем, да, я, типа, постоянно всех, куда-то зову, а мне не с кем, там, типа, фотофальн был, типа, он не такой легкий, на подъем, скажем так, так, я готова соваться, типа, мне нравится путешествие на выходные, вот, и, и что, вот, я всех звала, в свое время, ну, типа, там, до пандемии, скажем так, а теперь, все, обратно, она, ну, пошла на спать, и все-таки, тоже хотели куда-то поехать, теперь зовут меня, и я, как бы, не могу отказаться, потому что, ну, просто неохота, и я, против, готова съесть, я вот была в Сочи на прошлой неделе, теперь я поеду в Питер на следующей неделе, а еще через неделю в Кали, просто, все сразу, в Сочи я была одна, просто потому что билет стоит, косая туда, косая обратно, в Питер тоже сейчас, сколько я вчера взяла билет, но там было 3700, можно было взять, даже 3500, но мы, конечно, поудобнее взяли, 4700, но я, наконец-то, купила все свои мили, в Сочи я была одна, я, наконец-то, купила все, ну, не все свои мили, 6000 миль в этом Тинькове, знаете, там, ну, кредит, по кредитке, вот, я куплю мили, ну, типа, знаете, что там, типа, надо не просто билет менять, короче, там какие подводные, ты копишь эти мили с покупок, они тебе кэшбэком приходят, но ты можешь потратить, вот, ты можешь потом эти мили обменять на рубли, скажем так, ну, ваш билет, и вот эту сумму билет можешь покрыть милями, ну, после покупки, вот, подводные, можно потратить только от 6 тысяч миль, и можно тратить, вот это я забыла, что кратили, чем тысячи, то есть, ты можешь потратить 6 тысяч, 9 тысяч, 12 тысяч, и так далее, миль, и покрыть билет, и вот я купила билет в Калифе за 6 600, и я такая, сейчас я все 6 600, а у меня там где-то, ну, 10 тысяч, и я такая, вот сейчас 6 600 сниму, и он мне такой, ой, я готов снять 9 тысяч, я такая, блин, ну, это вообще невыгодно, вот, но я когда, типа, начала, помнила, что там есть лайфхаки, я точно знала, а я как раз Калиф взяла, аэрофлота, я помнила, что там, ну, можно взять подарочный сертификат, аэрофлота, но я уже купила, и как бы, бессмысленно это делать, ничего, вот, ну, короче, можно купить подарочный сертификат, оказывается, еще в 1-2-3, а в 1-2-3 там почти все билеты есть, и его как раз им, ну, им купить, и деньгами доплатить, то есть, выгодно купить за 6 тысяч, мне будет сертификат подарочный, и, там, 600 рублей, например, доплатить, но я как-то по-другому сделала, тоже купила, надо было 9 тысяч, для подарочного сертификата, платила 6 тысяч, ну, он там останется на следующий билет, вот, купила через 1-2-3 билет в Питер, теперь, ну, я не такая прям путешественница, я вообще, очень долгое время обходила все эти разговоры, когда люди такие вон, ну, я сейчас укажу, потому что я не говорю Европу, я не была в Европе, я такой Китай, Тайланд, Израиль, какие-то странные такие штуки, когда можно зашел здесь, влюб, сорваться и улететь, на отпуск, вот, и, думаю, нормально, что я, кстати, это, это я сожгла, ну, я, уже не видно мой отбитительный загад, но, я помылась только, что, но я вся облезаю, вот тут у меня даже болит чуть-чуть, я обняю, конечно, вот, идти в Европу, но мне, короче, тоже все время хотелось, хотелось, в Европу, но, как-то, каждый раз, когда отпуск, я такая, блин, я хочу тут и лежать на солнце, посмотреть там, отвечать вообще вот этой культуре, в целом, всего, и еду куда-нибудь, говорю, в Таиланд, как я делала недавно, в марте, кстати, во время, как раз, коронавирус, мы со мной все хорошо, в Турции тоже была, в Турции это, кстати, там первая, когда я как раз, ну, первый раз я летала на Смолитов, в Калининград, но я почему-то не помню, там аэропорт, вот мне сейчас спрашивают, сейчас мы полетим, через неделю, я вообще не помню, там, ну, в целом, помню, что у меня была свинья, такая игрушечная, с собой, и, наверное, там пытались, вот, а первый раз на границе я была в Турции, а, ну, если не считать, Крым, конечно, когда он был мне наш, в детстве, совсем бабуле, там, ездила на поезде, вот, в Минске, я была и в Киеве, мне это считается, социально Европа же, так, ладно, мы не прийти еще к работе, или не знаю, что сделать полезного, можете ездить куда-нибудь, в России никогда не было, ничего себе, это хохолл, значит, бля, у меня была, ну, как одногруппница, однокурсница, однокурсница, которая из Молдовы, что ли, или нет, забыла, там есть какая-то страна, она, что-то, три, ее, три страны, ее как-то делили, и она тоже около Молдовы, вот, у нее есть то, что она есть с такой попой, так сказать, у нее открыт, есть, Сергей Року, ого, я как раз разговаривала, что здесь, там красиво, да, Приднестровье, да, так, так, все, ладно, я пошла, всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, не знаю, спасибо за просмотр,